Доброго времени суток, уважаемые коллеги, меня зовут Иванов Николай. Тема данного видео-доклада «Повторное донатическое лечение хронического опекального перидонтита методом губоксинфекции с использованием троксида кальция». Актуальность. Опекальная перидонтита занимает третье место в распространенности после кариеса зубов пульбитов. Успех повторного лечения опекального перидонтита имеет низкий уровень прогнозирования по сравнению с другими формами осложненного кариеса. Метод глубокой дезинфекции системы корневых каналов может повысить эффективность лечения. Цель нашего исследования – это оценить эффективность повторного лечения хронического опекального перидонтита в использовании глубокой дезинфекции гидроксидом кальция системы корневых каналов. Перед нами было поставлено три задачи. Первая – это отобрать группу пациентов, у которых ранее провозилось лечение хронического опекального перидонтита, но оно оказалось неэффективным. Вторая – это провести стандартное эндонстическое лечение хронического опекального перидонтита зубов у данной группы пациентов с использованием пластического нетвердеющего материала на основе гидроксида кальция. Третья – это оценить результаты лечения на основании объективного исследования и степени восстановления костной ткани в перепекальной области этих зубов в сроке от 6 месяцев по данным Конституционной лучевой компьютерной томографии. В процессе работы нами были использованы следующие материалы. Метод. Было проведено стандартное эндонстическое лечение 25 зубов с хроническим опекальным перидонтитом в бокусе инфекции системы кровневых каналов гидроксидом кальция в течение одного месяца. Затонция была выполнена под микроскопом ZoomX. Пациентам давали стандартные рекомендации и назначали строительность пастеризации 6, 12, 24, 48 месяцев, что, по мнению Дакостайк, соответствует пикам заживления после эндонстического лечения. По мнению Американской ассоциации эндонстистов, положительный исход наблюдается в 3 из 4 случаев. Нами же были получены другие результаты. Как вы видите, статистика улучшилась. Согласно проведенной выплате клинических случаев, эффективность повторного лечения хронического опекального перидонтита оценивалась на основании абертизинного обследования и данных КЛКТ в сроке 6 месяцев 8 лет. Из 25 зубов, лечение которых было проведено, клиническим благополучным результатом 21. Отсутствие жалоба и результаты абертизинного обследования в соответствии с нормой. На КЛКТ регистрировалось восстановление костной ткани. То есть, заметить, что мы получили 84% успеха, в то время как, по данным Американской ассоциации эндонстистов, он составляет 75%. Здесь представлены примеры успешного лечения. На диагностической КЛКТ виден очаг просветления. Здесь он исчезает. В следующем примере мы увидим аналогичную картину. Здесь очаг просветления есть, а здесь его уже нет. В четырех случаях лечение было неэффективным. Двух из них спустя два года пациентов начали беспокоить периодически боли при накусывании отточенности ткани десны над зубом. На КЛКТ в одном из них очаг воспаления уменьшился в два раза. В другом очаг не изменился в размерах. Извините. В третьей клинической ситуации пациенты ничего не беспокоило, но по данным КЛКТ очаг воспаления увеличился в два раза. Срок наблюдения – четыре года. Клиническое течение четвертого случая совпадало с предыдущим, только на КЛКТ восстановление костной ткани произошло частично. Как мы можем увидеть, на первом снимке есть радиолюбентный очаг, и он, к сожалению, не изменился в размерах. Здесь же мы увидим два результатных очага. Один из них исчез, а второй увеличился в два раза. Выводы. Всем спасибо за внимание. Удачи!